Ну что ж, давайте откроем Матфея, 16 главу, Луку 4, 16 стиха. И пришел в Назарет, где был воспитан, это Иисус, где был воспитан и вошел по обыкновению своему в день сегодня в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу нашего места, где было написано, «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, и проповедовать лето Господне благоприятным. И закрыв книгу и отдав служителю силы, глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить, «Ныне исполнилось Писание, сие слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это и делились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили, «Не Иосиф ли это сын?». Трогательная картина, в церковь, приходит человек, воспитанный в этой церкви, достаточно взрослый, что его наконец-то пригласили проповедовать, разделить противо слово. Он взял, скорее всего, один из положенных на это время года отрывков, то есть выполнил, в принципе, ритуал данной синагоги, зачитал. И вместо толкования, тоже краткого, мы заранее инструктировали, ну и по опыту прошлых лет, ты должен был звать, что не тебя зовут проповедовать. Дать некое толкование. Это очень похоже на современность, потому что у нас, если ты 5-10 лет в церковь ходишь, или меньше, но не дурак, в принципе, если три раза слышал пробовать на одну тему, то мозгу уже хватает, чтобы что-то сказать в данном направлении. От него не ждали больше, вы должны понять. И вдруг он нам говорит, «Ну, не исполнилось». И заметьте, что люди за свидетельствами, то есть, перед нами просто, они замечали знамение времен, или вдруг они просто оказались в атмосфере. Потому что люди дивились словам благодати, идущим из устрела, и все глаза, написанных, были устремлены на нем. То есть, они не поняли именно, что знамение времен исполнилось не в их местности, не в их географии, не в их времени. Знамение времен исполнилось в человеке, который стоял перед ними, потому что Бог помазал его. И они это чувствовали даже на уровне присутствия Божьего. Они дивились той благодати, которая шла от него, и дивились тому помазанию, который был на нем. Это было ощутимо даже для них. Они все смотрели на него. Тем не менее, все вместе это пока еще не ломало привычную плату их жизни. Это была их синагога, в их городе, это была их церковь, их собрание. И у них еще и стало еще лучше всего. И тогда Иисус берет и вдруг ломает такую чудесную атмосферу. Мы можем прочитать дальше то, что Он им сказал. Он сказал это, конечно, вы скажете мне при слове, врач исцели самого себя, сделай из действия роматечества то, что мы слышали, было в Капернауме. И сказал, истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдох было в Израиле во дни Ильи, когда заключено было небо три года и шесть месяцев, так что сделался большой голод по всей земле. И ни к одной из них не был послан Илья, а только к вдове в Сарепту Сидонску. И много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисеи. Ни один из них не очистился, кроме Неймана Сириянина. Услышав это, все в синагоге исполнились ярости и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой городок был построен, чтобы свергнуть его, но он, пройдя посреди них, удалился. Казалось бы, если Иисус пришел проповедовать пленному освобождению слепым прозрением, зачем входить в такой конфликт с окружающими? Проблема человека, неважно, рассматривали ли мы представители избранного на тот момент Божьего народа, неважно, рассматривали ли мы сейчас представители Божьего народа сегодня церкви, Проблема именно человека, что человечность, то есть бытийность человека не отрицает попытки обращения человека к Богу. Бога ищут все народы, но по-разному. То есть, именно Бог, который встраиваемый в жизнь человека, вот такого удобного Бога ищут люди. А Бог ищет людей, для которых Он будет Богом, то есть наиболее главным в их жизни, для которых Он будет Господом. Поэтому люди не могли смириться, что Иисус отказал им в праве приватизировать Бога, сделать Его своим, где Бог Он, это не карманный, управляемый Бог, где всегда все можно объяснить, где всегда все понятно, где всегда все управляемо и руководимо. А Иисус, будучи Богом-человеком, Он им отказал в этом праве. Он указал, что обращение к Богу, к человеку, оно сумередное. Бог решает, к кому, когда и как. Поэтому Он привел в пример людей, даже не из их народа. Что Бог, как и тогда, так и сейчас, Он решил. И Его призыв, Он священен. И оценивается не то, как ты мыслишь себе Бога. Оценивается, как ты откликнешься на Его призыв. Поэтому, раз тема конференции это ученичество, то начнем с призыва. Бог призывает. Мы иногда входим в состояние какой-то отточенной формулированности. То есть, здесь идет сейчас речь не об осуждении знаний, формулировок. А именно входим вот в эти отношения приватизации знаний. Еще пока не Бога, но знаний. И нам кажется, что все ясно, понятно, можно объяснить. И поэтому, допустим, очень часто говорят, знаете, мы знаем нескольких христианских мантов. Ибо вера от слышания, от слышания Слова Божьего. А Павел там цитирует, продолжает цитату. Но, как написано, разве они не слышали? Разве им не было сказано? Разве им не было проповедовано? Но наоборот, по всей земле прошел голос их. Но кто откликнулся? И кому открылась мышца Господа? Понимаете, всегда существует некая тайна. Иначе, кто не может просто и легко объяснить, почему Бог именно тебя принял из твоих знакомых, родственников? Ты был лучше. Ты был важнее, значительнее. В чем суть? Почему именно? Вот я за 20 с чем-то лет своей христианской жизни не смог ответить на это. Я не вижу такой причины. Я не был лучше. И я не был хуже. Я не был самым достоинным. И я не был самым погибающим из своего окружения. Поэтому призыв Бога, но нельзя сказать, что нет общего призыва. Допустим, притча, как мы говорили о типах почвы, хотя даже написано, притча осенится. Бог, слово Бог, оно не останавливается. Оно есть. Вышел сеять и сеять. Поэтому даже сам факт твоего присутствия здесь обозначает, что в той или иной мере Бог к тебе уже обратился. Обращается. Соответственно, после призыва существует ответ. Эти люди из общего знания слова получили конкретное слово и конкретный призыв, как мы видим, конкретно на него прореагировали. Потому что Бог, он выше нашего понимания. Да, он открыт в слой. Но мы очень часто не готовы к тому, что Бог нас призывает. Даже не к тому, куда он нас призывает, как, а вообще к самому факту, что Бог может к нам обратиться напрямую, взять и призвать нас. Поэтому, если говорить о ученичестве, то никто, наверное, лучше и авторитетнее не сформулировал это. Чем сам Иисус? И Иисус, причем это есть и у Луки, и у Матфея, и у Марка. Возьмем, к примеру, к Матфею. И вот 16.24 от Матфея. Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой, следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Мы вкратце рассмотрели призыв, вкратце рассмотрели ответ. И Иисус продолжает. «Если кто хочет, если все-таки ты выбрал, если ты утверждаешь, если ты заявляешь, если ты стремишься, и ты все-таки выбрал, быть учеником, кто хочет следовать за Мною, отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за Мною». Проблемы и трагедия Церкви Человеческой, Церкви, где бытийствует человек, это перевернутие. Люди утверждают, что они следуют. Вы знаете, что в большинстве восточных религий именно утверждается следование, потому что даже в западном мышлении, к которому Россия частично принадлежит, даже вера, по сути, является интеллектуальным согласием. Даже на Востоке люди понимают, что это цепочка последовательных действий. Поэтому на Востоке существует такое понятие, как «до», «путь». Заметили, что много даже боевых искусств заканчиваются на «до», «карате», «до», «путь», «карате». Даже частично в христианском мышлении отсутствие такого крупного вот этого обоснованного понятия влияет на неправильное восприятие и Ветхого Завета, и Нового Завета. Потому что, если вы помните, то Акила и Прескила, взяв Аполос, точнее объяснили ему путь. И христиане, до того, как внешние назвали их христианами, то есть христоподобными, они все-таки были последователями пути. У меня проходила сессия онлайн, первая сессия даже не онлайн, в записи. И один полезный для себя факт в одной из лекций я вынес, там одна из наших преподавательниц, она сказала, что была на какой-то конференции, там одна из присутствующих докладчиц, она вот рассмотрела этот вопрос, она говорит, проблема, что то, что мы называем закон, подвержено изменению во времени. И объясняя людям, что закон отражает принципы вечного Бога, мы вынуждены иллюстрировать это законом, который изменчив во времени. И она говорит, возможно, слово путь, оно было более, так сказать, объемным. И люди создают свой путь, почему я это объясняю. Люди создают свой путь, и так как они еще пока не отвергли себя, вы заметили, что человек находится в некий процесс, сам даже осмысливает и заявляет, и это является также там оправданием для ряда грехов, допустим, для некой слабости. Вместо того, чтобы принять в себя такого, как есть, и вручить себя в руки Бога, чтобы он распоряжался твоей судьбой, твоей жизнью, да, с несовершенством, вот это никто не отрицает. Люди создают свой путь, и для этого должны создавать свой крест. Не тот крест, который Бог им хочет дать, который будет являться их крестом. И для этого создается церковь, где люди друг другу вручают эти кресты. Почему? У любого человеческого сообщества, как бы оно ни объединялось, на каких принципах, существуют внутренние и внешние потребности. И это мы обрамляем в нашем христианском сленге в наши христианские названия служения и ответственности. Понимаете? И получается, церковь наоборот. И сам человек интуитивно, в глубине или даже на уровне осознанности понимает, что пока он не отвергнулся и, пока он не отдан Богу, многие даже мучаются от этого. А кто-то принимает как данность. Ну да. Почему? Потому что реальность свидетельствует. Каждый раз, когда вопрос встает ребром, ты выбираешь себя. Это всегда видно в отношениях к ближнему. Потому что тем более ты поступай не по Божьему, даже не по написанному Божьему слове, ты прекрасно раз за разом понимаешь, что ты выбираешь себя. И люди понимают, что себя еще не отвергли. Но нельзя не отвергнув себя, взять именно свой крест. Потому что твой крест, он во Христе. Он на пути следования за Ним. можно увеличивать иллюстрацию, сделать аргумент более объемным, сказать, что это греческое слово, оно обозначает, как если бы ты взял камень и швырнул от себя. Даже на уровне психологии любой человек понимает, что самое трудное даже в одном решении, в одном поступке, в одной жизни ситуация работает. А уж о всей жизни в совокупности думать страшно. Это отдать вам просто кому-то внешне. Понимаете? Где каждым твоим поступком, каждым твоим решением и всей совокупностью твоей жизни вдруг ты не руководишь от слова совсем. Твоего здесь нет. Твоего есть здесь лишь поиск воли Бога, осмысление воли Бога. Это порождает очень глубокие отношения с Богом. Это порождает доверие к Богу. И это свидетельствует о том, понял ли ты, принял ли ты, почувствовал ли ты, что Христос за тебя умеет. Потому что только человек, который это понял, принял, почувствовал и влюбился в Христа, он способен отдать свою жизнь. пока человек это не сделал, я здесь не держу какую-то иллюстрацию тем более одного из вас. Мы говорим вообще о человечестве. Пока человек этого не сделал, церковь ему нужна как ярмарка крестов. Это чувствовали очень многие мыслители по сути в каждом поколении христианства. Это хорошо чувствовал несколько столетий назад Сиен Киркегор, который сказал, что главный грех церкви это попытка манипулировать Бога, держа его в состоянии вытянутой руки, как будто Бог идиотом. А он таким ни в коем случае не является. Он говорит, религия нужна только для того, чтобы издалека манипулировать Бога, не позволить ему руководить твоей жизнью. Поэтому люди организуются в группах. Мы даже сейчас говорим не о поместной церкви, мы говорим о церкви человеческой. Можно, я слышал такое упоминание, и можно как термин ввести понятие церковь и салва, но это будет слишком другое. Церковь людей, им не нужно первородство. Для них Бог не самое главное, они не идут за своим призванием. Это в их жизни даже от всех. Но это будет слишком примитивно. Мы говорим глубже, прямо о бытийности, где отдельный представитель не является иллюстрацией. Мы говорим вообще о честной. Поэтому Иисус сказал, что кто хочет следовать за мной, отвергни себя. Пока ты не отверг себя, все остальное это игра в церковь. Ни ты, ни объединенные в группы мы не можем быть эффективными. Здесь даже неприемлемо само понятие эффективности, потому что что есть эффективность в глазах Бога? Достижение тысячи людей, миллионы, народа. Какие цели мы сами перед собой ставим? Что мы считаем как люди? Какая хорошесть? На чем построена наша оценка? Это все будет не в порядке. Это не будет все в Божьем воле, плане, руководстве. Поэтому Иисус тут же сейчас найду один из отрывков. продолжаем. Спасибо. Ну, я думаю, большинство из вас вспомнило, ибо кто не отвергнет себя, Иисус добавил, а также мать, родители, детей, не можно быть примечником. Вы поймите, над этими, а тем более с точки зрения мышления нашего века, над этими экстраординарными, над этими радикальными и вообще для многих людей нездоровыми заявлениями не стоит желание Иисуса не стоит желание Бога отвергнуть тебя или проклясть. Иисус говорит о фактическом состоянии, что если ты не перешагнул этот порог, то ты просто не в нем. Не может быть, Моим учеником. Он говорит о невозможности. Как говорят юристы, наступление случая. Вот случай не наступил. У тебя машина застрахована, страховка есть всегда. Ее правда собираются выполнить. Никто тебя не обманывал, не разводил. Пока не наступил случай, то есть вы не врезались, страховка не выплачивалась. Это такой простой пример, он обозначает сам факт наступления случая. Иисус объясняет, что люди, которые свои взаимодействуют, тут не идет речь о буквальной ненависти к родственникам, не подумайте. Люди, которые не поставили Бога выше всего в своей жизни, они Его не знают как Господа. Он фактически не Господь. Он не руководитель их жизни. Они с Ним не в настолько близких отношениях, чтобы взять из Его рук свою судьбу в Боге. Поймите, что такое крест. Это не обязательно, что именно только та часть, которая называется страдание. Страдаешь ты во многом из-за своей грешной природы. Из-за совокупности этих грешных природ, которые называются жизнь в обществе. Иногда из-за тех потерь, которые само творение несет в виде стихийных бест. То есть, крест это не только та часть, которая и страдание человека. И если ты не в этих отношениях с Богом, Он не твой Господь, ты не настолько близок с Ним, чтобы взять из Его рук свою настоящую судьбу. Вот о чем речь. Ты будешь жить не ту жизнь, которую Бог хочет для тебя. Ты будешь жить другую жизнь. Тут не категория лучше, а она хуже. Суть в том, что твое предназначение в теле Христа, в Его Церкви, в твоей жизни будет неисполнено. Ты не сможешь своим разумом так уразуметь, что такое хорошо и что такое плохо. Ведь речь идет не о новом типе философии. Чтобы своей волей все догадаться, принять и выполнить. Высшее предназначение в твоей воле это согласиться с волей Бога для твоей жизни. И это могут сделать люди, для которых Бог действительно сокровищем этой жизни. Они в своей жизни наткнулись на Бога и оценили то, что Он и предлагает. И поэтому возьми свой крест. Только после этого начинается следование, на котором ты становишься эффективным орудием в теле Христа. Не из-за твоей или моей эффективности, а из-за эффективности Христа, которому ты доверил распоряжаться твоей жизнью. И у тебя будут трудности, сложности, непонимания, обстоятельства, они будут складываться. Это никуда не денется. То есть все будет по-прежнему. Но в твоей и моей жизни, поставленная на первое место воля Бога, она поведет. Есть, совместимая это с академичностью знаний, это два отрывка. Кто хочет следовать за мной, и кто не отвергнет. Есть у Матфея, Луки и Марка. Кто из них мог лично слышать эти слова от Христа? Только Матфей. Из трех этих людей лично с Иисусом был знаком только Матфей. В месте, где Иисус это произносил, и во время, когда Иисус это произносил, только присутствовать мог Матфея. Ставцы даже не могли присутствовать. Ну, можно вынести за скобки эту фантазию, что когда Христа арестовали, этот маленький мальчик, который в крыло лежал в голове, это Марк, потому что другого объяснения быть не может. Ну, это не доказательство, что это единственное верное объяснение. Матфей. Я допускаю, что Святой Дух мог всем остальным двоим Марку и Луке напомнить. Но, давайте представим, как часто Иисус об этом говорил, что Марк и Лука, не будучи свидетелями и очевидцами этих слов, услышали это от третьих лиц, пусть даже напрямую от апостола. Может быть, по количеству произнесения слов, Иисус, может быть, нечасто об этом говорил, допустим, даже так. Но представьте, что это дошло до учеников. Это осталось в среде. В том Евангелии, которое они проповедовали, это заняло свое место. И Марк с Лукой это услышали и записали. Ну, мы знаем, что по преданию Марк сопровождал Петра. И, конечно же, отцы церкви написали, что Марк, будучи секретарем, спутником Петра, просто записывал его речи не в той последовательности, в которой события происходили, а лишь в той последовательности, в которой Петр об этом рассказывал. Вот, кто из известных нам отцов церкви написал. И Лука, соответственно. Ну, Лука жил даже в Палестине. Пока Парел сидел, Лука там жил. Луки многочисленные напоминания, в том числе Мария складывала это в сердце. Странно, что даже Матфей, ключи очевидца, не употребляет этот формулировок, но у кого-то нет. Мария складывала это в сердце. Поэтому понимаете, что не суть важна, насколько часто Иисус это произносил, хотя, я думаю, часто. Суть в том, что мысль дошла. И не придавая, конечно, авторитетности, но из тех же преданий в жизни и смерти всех апостолов, понятно, что она дошла не только в интеллект. Но она повлияла и на их путь. Наследование. Небольшая иллюстрация. Исход. Странно, да? Для Евангелия сразу перескочить исход. Но, тем не менее, исход. Сейчас скажу. 33 глава. 6 стих. 7. Моисей же взял и поставил себе шатер вне стана, вдали от стана. И назвал его скинией собрание, и каждый ищущий Господа приходил в скинию собрание, находившуюся вне стана. И когда Моисей выходил в скинии, весь народ вставал и становился каждый у входа в свой шатер, и смотрел вслед Моисею, доколе он не входил в скинию. Когда же Моисей входил в скинию, тогда спускался столб облачный и становился у входа в скинию, Господь говорил с Моисеем. И видел весь народ в столб облачный, стоявший у входа в скинию, и вставал весь народ и поклонялся каждому входу в шатер свою. И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим. И он возвращался в стана, и служитель его Иисуса сынаю юноши не отличался от скинию. Очень хороший отрывок. Мы здесь видим, и вставал весь народ, и поклонялся каждому входу в шатер свою. А вот что такое церковь человеческая. Это человек, поклоняющийся у своего шатрата. Люди, которые не то что не думают чем-то жертвовать. Люди, в чьей системе координаты, и нет такого понятия. Человек осуществляет свою глубокую духовную потребность в отношениях с высшими силами. Но от своего шатрания уходит в образ жизни людей, где для того, чтобы поклоняться, не нужно даже выйти из стана. Здесь говорится не о том, чтобы поклоняться можно Богу на каждом месте. Это в реальности Нового Завета люди поклоняются Богу, в духе есть. Там, чтобы с Моисеем поговорить, нужно было из стана выйти. Потому что Моисей скиния поставил за стана. Образ жизни человека, бытийствование человека, не совместимо с бытийствованием Бога. В Верхнем Завете скиния стояла за стана, и люди выходили к ней. А чтобы поклоняться, это одна из потребностей человеческой души. У всех народов есть та или иная форма религия. Моисей, чтобы видеть Бога лицом к лицу, имел с ним личное отношение. Вот что Бог хочет общаться с тобой, мной напрямую, как личность с личностью. А мы как личность должны выбрать, Бог ли Он для нашей жизни. Господь ли Он для нашей жизни. Вот в чем сложность Церкви Христа. Играть в Церковь? Можно. Распределить роли? Можно. Каждому выбрать свою роль? Можно. Это превратится тоже в некую жизнедеятельность. Это же не в имитацию, это будет жизнедеятельность. Почему твоя бытийность не прекратится? Ты же не умрешь в этот момент. Ты будешь бытийствовать. В этой бытийствовании будет какое-то место для Бога. Какая-то рония Бога. У вас будут какие-то действия. Ошибка всегда коренная. Суть не в неправильном использовании формулировок. В формулировке-то используются правила. Когда один человек говорит, что давайте поблагодарим левитов за то, что они спускают для нас присутствие Божье, в их системе координат все произошло правильно. Они произвели ряд действий и верят, что то, что вокруг них произошло, это и есть реальность. Но это человеческая реальность. Не реальность Бога. Понимаете? Высшее откровение для человека, для любого, для тебя и для меня, не только для Павла, не только для Марка, когда они писали Евангелие, Луки, Матфея, Павла, когда он депрял свои писания. Для любого человека высшая реальность – это Бог обратился к тебе. Потому что Бог является высшей реальностью по отношению к нашему изменчивому миру. То есть наш изменчивый мир однажды придет. И мы в этом мире добровольно, как личности, выбираем, кто Бог для нашей жизни. А Бог в Своем Слове это объяснил, что это выберет, кто ты для Бога там в вечности. То есть ты в вечности не будешь ближе с Богом, чем здесь. Ты будешь в другой, так сказать, форме взаимоотношений. Ну, близость твоих отношений с Богом, Бог доверил тебе, как свободной личности, определить здесь. Поэтому есть люди, для которых Бог – все. А есть люди, для которых Бог – ничего. Есть люди, которые они пытаются создать и пройти по невидимой красной тонкой линии. Ну, вроде ж я аж спасен. Ну, вроде. И они идут, утверждая, что главное не терять спасение. Быть верующим человеком. Но быть учеником – это нечто большее. Потому что когда церковь претендует и создаёт супершовы из особенного промазания, из двойного промазания, русский язык пришло из особенностей перевода английского. Там просто используется. То, что у нас пресвитеру, особенно начальству, еще в условии оказывают должное уважение, ну, в английском часто переводят двойное. Двойное уважение, как у человека. Вот. Поэтому, так сказать, англицизм, он перекочевал в русский язык двойное промазание. Это не два промазания. Это просто превосходный стиль. Мы бы русские сказали супер-помазание, хотя это тоже не русское слово. Понимаете? Тебя не могут сопровождать знамения Христа для учеников, если ты не учил. Понимаете? Когда Бог, когда Иисус дал великое поручение и сказал, идите до края мира, это не обозначает, что ты должен географически пойти до края мира, ибо мы знаем, что у мира географического края нет. Но это обозначает, что решение все-таки принять волен ты. Тут даже неуместно слово должен. Волен. Бог дал тебе волю, свободную волю. Он общается со свободными личностями. Взрослый сын это который свободно выбирает. Взрослость в свободе, поэтому не всем дана свобода, но и всем нужна свобода. Иногда проще отгородиться от решений. Создать группу людей и участвовать в ролевых играх. И оградиться от серьезных взрослых решений. И поэтому иногда апостол восклицал, что а вам пора быть учителем. А вас пока надо самих питать молоком. И это связано с твоими решениями. Это не связано ни с внешними обстоятельствами. Да, нужда нам, да, заставляет думать и двигаться. Но меньше это связано с нуждой вокруг. Больше связано это именно с твоим внутренним решением. Кто хочет быть моим учеником? Никто хочет поклоняться, никто хочет играть в церковь. Кто хочет быть моим учеником отверглой себе? Пока это не произошло, все остальное игра. Возьми свой крест. Понимаешь, что ты должен найти свое предназначение. Выйти из детского утренника игры в дары. из демонстрации плода. Это все нужно, необходимо, и это сопутствует. Даже в русском языке само слово сопутствует. Тому пути, по которому ты и я мы идем, если идем. Потому что дары плода это не самоцель. Возьми свой крест. Какое твое предназначение в теле Христа. Что ты должен делать? Мы вчера рассуждали на тему даров. И дары Святого Духа это инструменты. Это как назначить хирурга, не дав ему операционной, не дав ему инструмента, не дав ему помощника. Парень или девушка может многое знать и действительно закончить институт и получить свой диплом. Но чтобы оперировать, нужна команда операционная и инструменты. У меня теща это все хорошо знает. Понимаете? Но нельзя заставить человека выбрать стать хирургом, особенно если он не ходит в институт, не учится. Получается данное знание то ты ему можешь вручить инструменты операционных вы преступлении. Понимаете? Вы преступлении. Наша игра в церковь часто имеет цену. У меня было откровение. Иногда кажется, что одни сложно говорят, одни легко говорят, одни вообще непонятно о чем говорят. Для многих я знал, что проповедь по песенке будет до дыры, это вообще если не грани, то кого-то даже и за грани. Не суть. Я расскажу свое откровение. Одна из самых странных работ в моей жизни. Лето я сижу на остановке в Тиньке с другом и мы считаем сколько людей вышло из автобуса. День за днем. У нас тетрадка в ней время. Мы приехали, сели, записали 10-11. Понимаете? Магазин работает с 10 до 8. Мы от Чингисхана до Гагаина всю историю прошли. Все сражения Второй мировой войны мы несколько дней так сидим. Такая работа считать людей. Мы статисты. Мы даже не статисты. Мы люди, которые считают людей. А другие считают сколько из магазинов в магазин переходят. А другие считают кто на машинах приехал. А кто на автобусах. Магазину надо знать, в какой формат людей к ним ходят. В какой последовательности они из магазина в магазин переходят. Кто из машин идет в конкретный магазин. Кто из автобуса идет в магазин только потому что автобус здесь останавливается, а здесь нет. Но зато заставили посетить все магазины. Понимаете? Вот. Почему я? Я сидел в том магазине, где на входе детская комната. Где детей можно оставить. В магазин эконом-класса приезжают молодые родители им что-то подешевле надо купить. Соответственно многие из них молодые родители детей где-то надо оставить. Вы понимаете, что люди, которые так масштабно мыслят, которые не грамотные люди в бизнесе. Поэтому у них там детская комната 20 лет прошло и до сих пор таких не видел. В одной все понятно. Маленький мяч ребенка по колено чтобы он не разбился. Детская горка и все. Они там лазают и кидают и бьют. А вот другая лестница просто в потолок. Она не на другой этажа. Она просто сделана. Напротив в телевизор. И спокойные дети они спокойно сидят и смотрят. Они спокойные они и лазают и мультик смотрят. Понимаете, они может быть на стуле бы не усидели около мультика. Суть в чем? Суть в том, чтобы родителю дать час-два детей отвлечь. Так вот не поверите, хит этих двухкомнат это кухня. Вы представляете, кухня адаптированная под ребенка. Где он дотягивается дантресолька. Вы не представляете, как без специального образования, без учителей рядом, никто им не объясняет, как дети играют в ролевые игры. Вы знаете, они никогда не играют по одному. Есть, конечно же, такие дети, которые на свою чашку схватили, но для него больше важен факт обладания. Вот мой дар. Вот он. В основном дети играют в одну общую ролевую игру. Они садятся за столы, они соблюдают последовательность. У них есть администратор-руководитель, есть исполнители. Они берут вот эти сосуды, просто они еще не знают слово священное, они передают пыль, они разливают, они едят, они соблюдают последовательность эту чай после супа. Вы представляете, если бы мы масштабировали эту игру, и люди бы умирали, потому что это не пища. Поэтому когда люди играют в церковь, это имеет страшную церковь. Потому что только реальность, Божья реальность, настоящая, вот это может удовлетворить человека в вечность. А его сиюминутные потребности, которые есть, и даже мы как люди способны их удовлетворить, реабилитация, помощь, в выходе из трудных ситуаций. Душа по печеньям, зови как хочешь. Само по себе это не является тем, что ведет людей в вечность. Это может быть их объединяющим фактором в ситуации, где одним надо помогать, а другие хотят помогать. вы не представляете, несколько дней, глядя на эту комнату, я получил откровение сопоставимой с конференцией. Поэтому Бог может говорить и через песенку оба додыри. Бог хочет говорить с человеком. Проблема начинается если ты не готов слышать, ты не хочешь слышать то, что уведет тебя от твоего шатра. Вы поймите, что это не мои фантазии. Иисус подошел к апостолам каждому, назовем это их шатром. Что делали Петр, Иван и Андрей когда они встретили Христа? Мы и сети. Был их бизнес. Был бизнес их семей. Что делал Матфей когда подошел Христос? Сидел на ворота. Он был мытый бухгалтер. Его задача было галочки ставить. Раз, два, три, четыре, пять телег десять динаров. А три телеги пять динаров и еще пять динаров. Хорошее место. А рядом отряд римской стражи. Я особо не понят к их. Прекрасный бизнес. Поэтому я все скрупулезно записывал. Он был вообще умный человек. Он описание хорошо знал, видно по тому, как он цитил, как он в этом разбирается. Это не его новое знание. Просто в какой-то момент в своей жизни он сделал определенные решения и пошел заработать деньги. Потом мимо проходил Христос и сказал Матфей следуй за мной. И он принял решение. И у этого решения была цена. потому что ему нужно было что сделать? Встать и уйти. И место для него никто держать не собирался. Почему? Потому что нужно было продолжать считать телеги, лошади, сюки и взимать за это деньги. И что Матфей куда-то ушел, это не обозначало, что жизнь кончилась. поэтому кто-то встал на его место, а он пошел за Христом. И в твоем и моем хочу и хожу присутствует решение. Поэтому я когда-то услышал мне понравилось я использую это не мое изобретение. Ничего не делать это тоже решение. Ничего не делать в церкви это решение. Это не значит что у тебя нет даров. Это не значит что тебя никуда не зовут. Это не значит что ты хуже людей. Это обозначает что таковое решение в твоей жизни. Потому что нужда вокруг тебя никуда не делась. В конце концов твой ответ на нужду вокруг никуда не делась. Но кто Христос в твоей и моей системе координатов? Потому что даже Иисус говорил бедные они всегда будут. Церковь по сути своей. Это не благотворительная организация, это социальный институт. Церковь выполняет поручения Христа лишь в той мере насколько она уподавляется Христу. То есть это совокупность уподавления темных членов. То есть мы помогаем людям не потому что Иисус показал хороший добрый пример помогать людям, а потому что Бог побуждает себя помогать вот этому конкретному человеку здесь и сейчас. Поэтому уже следование трудно регламентировать. Трудно сказать вот это следование, а вот это не следование. Почему? Потому что это похоже. Разница лишь всегда во внутреннем содержании. Внешние показатели они похожи. Церковь во все века самая коррумпированная в истории церковь все равно имела сотни пунктов где выдавали еду бедным. Куда пускали людей мечевать. Ты читаешь деяния представителей допустим ему не мог критиковать в этой церкви. Там политические мир отдыхает далеко по стороне глядя снизу вверх. Но всегда. И это обозначает что все равно сама по себе церковь не исчезает. Врата ада не одолеют. Обсуждается не являемся ли мы истинной церкви не являемся. Обсуждается не это. Обсуждается что мне лично каждому лично позволяет и не позволяет ходить в эту невидимую церковь. Потому что мы в данный момент находимся в невидимую церковь. Мы видим друг друга. Понимаете? И вот Иисус говорил не можно. Ни ты ни я не сможем сами по себе своими талантами просто своими добрыми поступками нашим пониманием хорошего. Мы не сможем этим служить Богом. Просто этот крест будет более похож на христианский крест. Но по-прежнему это будет не твой крест. Понимаете? Другой пример мы его уже посмотрим в Новом Завете это евреи тринадцатая глава прочитаем сначала тринадцатая четырнадцатая потом расширки и так выйдем к нему застан нося его поругание ибо не имеем здесь постоянного града но ищем будущего. Понимаете? что вот эта концепция пути она прослеживается во всем Новом Завете прослеживается что мы все-таки идем в другую реальность мы идем в Бог если идем а скинью жертвенник храм человек может поставить и ставить в своей реальности Бог когда говорил Морисею про скинью Он сказал будете ее делать хотя бы сделайте по видену того но люди встали в своей жизни чтобы было удобно поклоняться им уходя от своего шага поэтому для Израиля Бог сказал не ставьте у себя все не ставьте это не только защита а местечковость знаешь где каждый сам решает что есть Бог Слово Боже и здесь в более расширенном правиле чтений написано 10 стиха мы имеем мы имеем жертвенник от которого не имеют права питаться служащие из кинии так как тела животных которых кровь для очищения греха вносится первосвященником в святилище сжигаются вне стана то и Иисус дай бы осветить людей кровью своей пострадал вне врата и так выйдем к нему за стан нося его поругание ибо не имея безпостоянного града но ищем будущего понимаете что в наших заветных отношениях с Богом так как мы имеем жертвенник от которого не имеют права питаться служащие из кинии то в Ветхом Завете животное оно было проклято за твои грехи то есть поэтому всегда закон от животных сжигаем потому что это было проклятие и Иисус Он взял твой и мой грех и взял твое и мое проклятие поэтому пострадал вне Иерусалима но так же сказано не стану понимаете Иисус вышел за возможности за пределы человеческой бытиенности и чтобы тебе и мне идти за Богом нам тоже надо выйти за пределы человеческой бытиевости вот эта дверь она и есть изнутри человека отвергнутся себя взять свой крест и только потом найти поэтому Павел говорит мы безумны ради Христа это не интеллектуальная оценка его слов это не только что у него как раз и была стройная система уж если у кого была стройная система это у Павла он разговаривал с людьми и он отлично до них доносил концерт у него в Афинском ареопаке слушали внимательно только когда он начал говорить о воскресении из мертвых ему сказали случай клинический но для общества не опасный иди отсюда проповедуй если вы признали опасным для общества ареопака была власть арестована его минимум выслали из города они просто его слушать перестали понимаете в этот момент он вышел за пределы их бытийности ну он вышел за пределы бытийности любого человека понимаете воскресение из мертвых для нас это сила будущего века которая уже сейчас проявляется в нашей жизни тот сверхъестественный мир который через нас может мы коммуникабельны во Христе понимаете поэтому Павел говорит что для мира мы безумные мы безумные ради Христа то есть образ и стиль жизни именно никак закончены часто обсуждаются христианство это субкультура контркультура по простому скажу мы же часто заявляем я не целью курю и матом не ругаюсь кто-то для общества ну странный человек нас таких много а вы объединились в группу а еще вы такие фильмы не смотрите а такие смотрите и в принципе вас можно подвести под некую культурную оценку и не христианин может достаточно уверенно прогнозировать ваши решения и поступки понимаете то есть идет он с тобой раз смотрит фильм там обложка определенная и он так про себя думает ну если ты честно и искренне и мне раньше не врал то на этот фильм ты не пойдешь и ты раз пошел понимаете вот суть не в этом суть в том что почему христиан назвали христиан их действия не поддавались оценочной базе признать их какими люди зашли в тупик с одной стороны то есть нельзя жить ни в одном из двух полюсов этого просто нет нету чисто плотских не христиан которые вдруг церкви утром спросили была идеальная церковь он говорит нет рядом с Иисусом был Иуда а в первой церкви были анализы сапфиры не было никогда идеальных церквей церковь состоит из людей а люди не идеальные вот дело в том что с одной стороны это вроде бы были бы живые люди со своими проблемами ошибками даже грехами они ссорились спорили не надо идеализировать первую церковь никогда не было идеальной церкви поймите у той церкви еще не было ни писания ни разработанных учений грубо говоря кто пришел вот насколько он смог научить и насколько они и жили но было нечто отличное на что же время общее поэтому их назвали христоподобными то есть все же люди слыша о новом боге видели образ жизни который ничем не объяснялся кроме как нового бога и все и тогда так как других оценок не было нельзя было сказать что это самые любящие люди знаете давайте будем честны давайте заглянем свои сердца и признаемся что мы далеко не самые любящие люди это не наша главная отличительная черта но все же что-то было мне всегда говорят в таких случаях ну неужели так все плохо я говорю дело не во всем плохо я говорю сейчас особенно карточки можно с них снимать нельзя с них снимать и сказал покажите не динари значок мастер-к два кружочка если видимые и невидимые церкви соприкасаются хотя бы так это очень хорошо очень хорошо плохо когда они расходятся не соприкасаясь а это не по писанию по писанию чтобы настанут дни когда будут убивать вас думать что тем самым не дождая Бога я думаю я насколько мог постарался объяснить я думаю дошла мысль пойми что суть конференции это не в очередной распух воздух вам бросить суть конференции и вообще любого христианского действия это приблизить свободную личность именно к принятию решения потому что свобода она и заключается если у тебя нету выбора ты не свободен если тебя оградить от выбора ты не свободен Евангелие именно потому и становится разделением и преткновением когда оно высказано когда ты вынужден реагировать просто по самому факту не только потому что тебя обстоятельства подвели не только потому что тебя толкают к этому выбору нет именно само наличие выбора именно наличие дерева добра и зла оно позволяло Богу сказать делайте все только всего один выбор его уже достаточно только не ешьте и люди кирпича и съели поэтому наличие возможность и способность потому что дерево могло быть оно наличество но нет возможности стоит ангел созданный на ничем чтобы с дерева жизни уже не съели поэтому дерево есть есть а возможности нет поэтому должно быть наличие возможности и способность потому что вдруг возможность есть ты подошел а рука не поднялась вот смотреть может а рука не берет поднялась но пальцами сжимается понимаете поэтому Бог хочет чтобы на небо пришли добровольцы и не просто проходим знаете есть прихожане а есть прохожане на небо Христа обступят влюбившиеся в него на земле поэтому речь не только о договорных отношениях речь не о заветных отношениях речь не о контракте который тебя увлеждают подписывать заповедь возлюби Господа Бога твоего она никуда не ушла с первого места только из обезличественной она превратилась нам дана личность Христос который пришел воплотился жил умер и воскрес и дал тебе все необходимое для того чтобы пройти эту жизнь к себе суть Евангелия не в том сколько людям мы успеем помочь все равно суть кто был Бог для тебя в этой жизни исходя из этого ты совершишь а не совершишь какие-то действия но сами по себе действия они лишь последствия дела всего лишь последствия веры они не являются самыми верами но суть кто Бог не теряет в этой жизни и уровень ученичества качество ученичества сам факт ученичества он тоже зависит только от этого суть не в самом ученичестве суть в том являемся ли мы вообще последователем Христа или нет ну все что так это не как